Заболевания дыхательных путей чаще всего случаются в межсезонье и холодное время года. Наиболее распространен бронхит – это болезненное состояние, когда воспаляются стенки бронхиального дерева, что вызывает кашель, температуру и лихорадку. Обязательно досмотрите видео до конца, чтобы узнать полезную информацию о причинах, признаках и лечении заболеваний нижних дыхательных путей. Что такое бронхит? Воздух через рот и нос попадает в трахею, потом в бронхи и затем уже непосредственно в легкие, где и происходит газообмен. Функция бронхов заключается в согревании и увлажнении поступающего воздуха. К тому же это определенный фильтр от механических раздражителей и бактериальных элементов. В слизистых оболочках есть микроворсинки, которые удаляют пыль, грязь и микробы со слизистых оболочек. При воспалении они густо покрываются слизью, моторика ворсинок затрудняется. Скопления слизи представляют хорошую среду для развития патогена микрофлоры. В определенных случаях во время болезни развивается бронхоспазм, который ведет к сужению сосудов. Такие процессы вызывают осложнение функции дыхания, раздражение бронхов вызывает кашель. Обратите внимание! Если заболевание не лечить или лечить неправильно, то возможна хронизация процесса, развитие пневмонии или хронической обструктивной болезни легких. Подобные состояния не лечатся, поэтому больной будет находиться в состоянии ремиссии с регулярными обострениями, как правило, в холодное время года. Бронхит разделяют на два вида. Острый, процесс обратимый. Болезнь успешно лечится при условии адекватной терапии. Как правило, в начале течения болезни стремительная, сильный приступообразный кашель, мокрота обычно густая и появляется не сразу. Без должного лечения процесс становится хроническим. Хронический бронхит характерен для лиц старшего возраста, как правило, с вредными привычками или занятых на вредном производстве. Он характеризуется периодами обострения и ремиссии. В данном случае происходит постепенное изменение и нарушение функций бронхов. При правильном лечении и коррекции образа жизни, хронический бронхит можно взять под контроль и существенно сократить количество обострений. Обратите внимание, хроническим бронхитом можно считать процесс, при котором больной в течение года в общей сложности кашляет около 3 месяцев. А как часто болеете вы? Напишите об этом в комментариях. При плохой терапии бронхиты становятся фундаментом для развития более сложных патологических состояний дыхательной системы. Воспаление легких, обструктивные хронические процессы, астма, эмфизема, плевриты и т.д. Клинические проявления бронхита и его причины. Заболевание вызывает слабость, температуру, обязательно кашель, затруднение дыхания, отдышку, соднение в груди, боль в горле и насморк, которые, как правило, являются сопутствующими синдромами. Причем на самом деле может быть достаточно много, ниже назовем самые распространенные. Слабый иммунитет. Заражение от больного человека. Переохлаждение. Курение. Неблагоприятная окружающая среда. Последствия аллергии, астмы и других патологий. Аномалия анатомического строения бронхов. Усугубление патогенеза вследствие неправильного лечения верхних дыхательных путей или его отсутствия. Диагностика предполагает осмотр пациента. Врач обращает внимание на состояние внешних покровов и слезистых рта, языка и горла. Проводит сбор анамнеза. При выслушивании определяется жесткое дыхание, может быть слышен свист и хрипы. Кашель как сухой, так и мокрый. Больного направляют на анализ крови, мокроты и спирографию. При надобности делается рентген грудной клетки. По показаниям назначается лечение. В сложных ситуациях назначаются антибиотики. Если ситуация не критическая, нет высокой температуры, кашель умеренный и хорошо отходит мокрота, то лечение может быть без назначения антибактериальных препаратов. В обязательном порядке при бронхите назначают муколитики, бронхолитики, отхаркивающие препараты, минерально-витаминные комплексы и другие препараты для стимуляции иммунной системы. В первые дни для спадания температуры показан постельный режим, обильное питье и полноценное питание. Важно, чтобы еда содержала большое количество натуральных витаминов и белка. Нужно позаботиться о слизистых оболочках бронхов. Для этого следует исключить из рациона острую и пряную пищу, отказаться от курения. Увлажнение воздуха в помещении очень желательно, особенно во время отопительного сезона. После нормализации температуры тела врач может назначить физиотерапевтические процедуры. Народные методы терапии в данном случае уместны. Хорошо себе зарекомендовали рецепты с медом на основе плюща, корня солодки, подорожника, алтея, чабреца, медуницы, эвкалипта, шалфея, душицы и прочих. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и поделиться видео с друзьями, чтобы они были здоровыми и никогда не болели.